Здравствуйте! Программа Стеллография на канале Арсен ТВ. Я ведущий Алексей Крайзмур. Продолжаем наши передачи с интересными людьми, об интересном. И новый сезон мы открываем встречей с нашим старым дорогим гостем, старичной Кристина Вадимом Белобровцем. Здравствуйте! Не такой уж старый, но немолодеем точно. И что интересно, что как раз сезон прошлый мы с тобой закрывали на Стеллографии, это было 8 июня этого года. И вот сегодня мы открываем. На прошлой передаче мы с тобой много говорили тоже о политике, кстати. И я так немножко с тобой спорил, ты говорил, что политика это больше конкретные дела, а я как-то все так скептически относился, что это вообще непонятно, так сказать, что и куда. Ты еще все это помнишь. Помню, конечно, да. И сейчас вот прошли выборы, и, кстати, я в них уже успел поучаствовать, и, может быть, благодаря этому тоже немножко пересмотрел свои позиции, думаешь, на самом деле, все-таки не так, может быть, все плохо. А, безусловно, не так все плохо. Я бы даже сказал, все, в общем, даже хорошо в какой-то степени. Ну вот сегодня я, наверное, больше буду слушать тебя, то есть мы будем со зрителями слушать тебя, потому что прошли муниципальные выборы, значит, 15-го числа, несколько дней назад. Они закончились так, как они закончились. И вот хотелось бы от тебя услышать, и как они закончились, и что это значит, какие перспективы. Ну вот, ну я буду так иногда вставлять свои вопросы. Монолог прям послушать. Нет, ну, для начала, да, но тут потому что все-таки ты же в политике, ты в этом участвовал. Ну, если, скажем так, можно достаточно коротко об этом говорить, потому что про эти выборы можно часами, на самом деле, рассказывать, что-то, спорить и так далее. Но, говоря кратко, у нас есть несколько тенденций, которые на сегодня прослеживаются, скажем, исходя из результатов, которые мы получили по всей стране, по столице Эстонии в частности. Как известно, Центрическая партия выиграла в итоге выборы по Эстонии, выиграла выборы в Таллине и в ряде крупных городов, в первую очередь на Северо-Востоке. Наверное, достаточно так прочно в затылок дышит партия реформ, которая также во многих местах получила очень много голосов, видимо, сумев себя все-таки подать как такой главной оппозиционной силой, реальной альтернативой существующему, правящему в стране Союзу, который, как известно, состоит из Центрической партии, Социал-демократической партии и РЛ. И формисты у нас с ноября прошлого года находятся в оппозиции. Они сумели на себя вот это, так сказать, некое протестное голосование перетащить, поскольку оппозиция традиционно пользуется достаточно большой популярностью. Это, в общем, совершенно нормальное явление. Люди всегда чем-то недовольны. И жалеют больше. Да, люди всегда чем-то недовольны. Если ты сумеешь канализировать вот это недовольство каким-то образом и примерить его на себя, то, я думаю, что успех, в общем-то, в какой-то степени обеспечен. Одна важная тенденция, с моей точки зрения, заключалась в том, что, несмотря на такие серьезные опасения, партия Экре, да, эстонская, народно-консервативная, как ее можно еще назвать, не получила тех дивидендов, которые ей сулили. Многие переживали, что эта партия, это вот такая партия в духе, я не знаю, неонацистов даже своего рода, которая поднимает сейчас голову в Эстонии, у которой все проблемы у нас из-за, я не знаю, русских, гомосексуалистов, беженцев, которых в Эстонии толком и нету еще, ну и так далее, и так далее. В итоге, ее очень много обвиняли в том, что она вызывает к самым низменным чувствам у избирателя, говорит из-за этого на довольно понятном языке, и вот все время идет обращение к национальному вопросу, что вот Эстония для эстонцев, грубо говоря. Оказалось, что популярность этой партии совсем не такая большая, как это могли прогнозировать перед выборами, и мне на самом деле кажется, что это хорошо, потому что действительно сейчас в Европе во многих местах поднимает голову вот такой несколько оголтелый радикальный национализм, и ничего хорошего, конечно, в этом нет. Мы все помним Германию 30-х годов, и чем все это в итоге закончилось. Ну и потом, опять же, если мы, например, говорим про старые страны Европы, да, старую Европу, да, то действительно у них там достаточно актуальна, например, проблема мигрантов, проблема беженцев тех же самых и так далее, и так далее, действительно очень много, и в какой-то степени уже они начинают менять облик самой страны, и, наверное, местным жителям, коренным жителям это не очень нравится. У нас слава Богу пока есть. В Эстонии такого, конечно же, нету, и здесь, мне кажется, вот по этому поводу взывать каким-то вот этим низменным чувствам, ну, мягко говоря, не очень уместно. А вот скажи, ты сказал, что центристская партия, в принципе, выиграла на униципальных выигрышах. По Эстонии, по Эстонии. А в цифровых позициях какое соотношение? По Таллину, например, я знаю, там, значит, и все знают, наверное, 30, то есть 40 мест из 79, да, то есть как бы абсолютное большинство. Минимальное абсолютное большинство, если можно так выразиться, да. Но все равно. В остальной Эстонии там достаточно ровно прошло с реформистами, я не помню, честно говоря, этих цифр наизусть, может быть, после рекламной паузы я смогу сказать точнее. В целом, что-то около третьей белосов, насколько я помню, центристская партия получила. Это лучше, чем на прошлых... Это примерно так же. Примерно то же самое. То есть тенденция как бы стабильная? Сохраняется, да. И это несмотря на то, что ведь очень много говорилось, как изменится ситуация в связи с тем, что поменялся лидер партии, измена председателя, это первое. Второе, что поменялась сама позиция центристской партии, если она очень долгие годы была постоянной оппозицией на государственном уровне, то с ноября прошлого года, как раз после смены председателя, центристы стали в правительстве, в общем-то, формирующей партии, партии премьер-министра. И это совершенно другая реальность. И было действительно очень интересно посмотреть и сравнить, как из-за этих достаточно серьезных изменений ситуация поменяется в целом именно по стране с точки зрения выборов. Получилось, что, наверное, избиратели центристов оказались, в общем-то, самыми лояльными. Единственная, наверное, серьезная проблема для центристов, она, в общем-то, выразилась именно в этом самом, как я сказал, минимальном абсолютном большинстве. Ведь если четырьмя годами ранее центристы из 79 мандатов получили 46, и это была такая весомая, в общем-то, победа, то в этот раз всего 40. И здесь, я думаю, есть над чем подумать очень серьезно. Ну и, конечно, первые два вывода, которые напрашиваются, и они между собой очень, на самом деле, тесно связаны, это наличие в списках, скажем так, кандидатов всех такой силы, как список Сависара или там «Союз Сависара» и «Делового Таллина», как его называют. Вот, значит, с этим, естественно, вопрос, который с самого начала у меня, естественно, был, потому что я так понимаю, что список Сависара появился достаточно незадолго, ну, сравнительно, ну, если так, по политическим меркам. Грубо за полгода, скажем так. И во многом он где-то, ну, если не взломал ситуацию, то, по крайней мере, очень сильно напряг ее, да? Безусловно. Здесь, как я и сказал, есть два момента. Момент номер один. То, что бывший лидер партии, который, я думаю, для очень многих являлся фактически лицом центристской партии. Голосоварь Сависара. Скажем так, годами, годами. И мы помним его результаты, там, почти в 40 тысяч голосов на местных выборах властными. Время, то вдруг этот бывший председатель партии не только не баллотируется в списках центристов, но вообще баллотируется против центристов. А что случилось? И вот мне кажется, что здесь возник какой-то определенный такой у многих избирателей когнитивный диссонанс. Потому что я знаю, что, например, люди, даже некоторые, судя по экзит-полам, искали его в центристском списке. Властными они находили и были в таком легком шоке. Не знали, что делать дальше. А что случилось? Что случилось, я думаю, на самом деле все очень просто. Мне кажется, все-таки Эдгар Сависар, он такой... Амбиции конкуренции? Эдгар Сависар, мне кажется, такой человек по своему характеру, насколько я его, в общем-то, знаю. Мы никогда очень близки не были, но, естественно, сотрудничали так или иначе. Он все-таки человек властный. И человек, который просто так ничего отдавать не хочет. Когда в какой-то момент стало понятно, что он не любит проигрывать, это тоже известно. И когда стало понятно, что ему не стать снова председателем партии, уже все знаки указывали на то, что будет смена лидера и Юрий Ратас станет новым председателем, тогда мы помним даже, что на конгресс центристской партии Эдгар Сависар вообще не явился и свою кандидатуру даже не выставлял тогда. Что, в общем, на самом деле, с моей точки зрения, достаточно красноречивый факт. То есть человек действительно совсем уже не умеет проигрывать в какой-то степени. Хотя партия-то, в принципе, его. По большому счету, да. То есть долгие годы действительно без него это было сложно представить. Так все-таки, кстати, я помню прекрасно, как в свое время некоторые политики говорили, что если Сависар уйдет, центристы сразу разводятся. Но, как мы видим, ничего подобного не произошло. И мне кажется, что здесь своего рода обида, как ты сказал, на то, что я практически создал эту партию или, по крайней мере, придал ей тот вид, который она имеет на сегодняшний день. А вот меня, значит, отодвинули от поста председателя. Но это, на самом деле, ведь классическая история. Это случается и в государственном секторе очень часто, и в общественном. Да, это случается в частном секторе. Есть люди, которые, например, создали какую-то фирму, но в какой-то момент пришли, скажем так, более молодые, более инициативные, которые, например, считают, что теперь они могут управлять и они лучше знают, куда теперь партия следует идти. Но партия ведь не с переизбранием Сависара, ведь партия не изменила резко своего курса. Абсолютно. То есть вопрос, кому служить, да, ну я председатель, предположим, да, то есть служить партии, которая, так сказать, так шла, так идет, и служить себе. Своим интересам, фактически, да. И вот здесь, к сожалению, мне кажется, что Эдгар Сависар сделал неправильный выбор, потому что партия, на самом деле, была готова практически на любые уступки идти и готова была дать ему очень многое, даже после того, как он перестал быть ее председателем. Но он, я не знаю, то ли он обиделся очень сильно, то ли он захотел, я не знаю, там в какой-то степени, может быть, отомстить за то, что он больше не председатель. То есть мы будем говорить проявить себя, может быть. Может быть, то есть показать, что я на сосра на меня списывать со счетов. И в итоге, с моей точки зрения, ввязался в затею, изначально обреченную на провал, которая, как мне кажется, еще для него очень нехороша с той точки зрения, что если бы он вовремя отошел в сторону, скажем, от этого всего, да, или продолжал бы баллотироваться, например, в редакции антрисской партии на выборы. Оставил свой реномен. Конечно. То есть сейчас его запомнят человеком, который с 40 тысяч голосов скатился до 3 тысяч, не попало его список, его союз с деловым Таллином вообще в городское собрание, и вся масс-медиа, все средства массовой информации пишут, что это полный провал. В том числе, кстати, это слова и второго номера этого самого списка депутата Риги Когольги Ивановой. Она сказала, что, к сожалению, для нас это оказался полный провал. Но центристы, наверное, из-за этого потеряли несколько голосов. А вот теперь, да, мы подходим к самому интересному, потому что здесь дело даже не в том, что деловой Таллинн в союзе с Ависсаром отобрал у центристов какое-то количество голосов. Я думаю, что это как раз не очень сильно повлияло, хотя, конечно, повлияло. Но гораздо больше, мне кажется, это повлияло с несколько неожиданной стороны. Явка составила гораздо меньший показатель, чем это было 4 года назад. Я думаю, что здесь причина оказалась в том, что очень многие люди, а я сам слышал это от людей, махнули рукой и сказали, центристы, вы сначала сами разберитесь, что у вас там творится, что у вас там за расколы какие-то, что у вас там за скандалы и так далее, и так далее. Поэтому мы считаем, что сейчас мы за вас голосовать не пойдем. А поскольку альтернативы нет, то мы вообще не пойдем голосовать. И вот это, на самом деле, мне кажется, служило центристам сейчас самую плохую службу. Потому что не столько сам этот список, союзы, как его угодно можно называть, но именно то, что это внесло определенную смуту, сумятицу какую-то в умы избирателей, традиционных избирателей центристской партии. Кроме того, будем говорить откровенно, представители этой, я не знаю, политической силой, назвать ее, наверное, язык, что называется, не поворачивается. Но, скажем, да, вот это вот списка союза и так далее. Они же, на самом деле, постоянно еще от себя добавляли в эту сумятицу и говорили, что да-да, но на самом деле мы не против центристов, мы вообще им поможем. И потом ближе к концу они уже стали говорить, что нет, на самом деле мы против центристов, но все вот это в итоге в голове избирателей уже перестало укладываться в какой-то момент. И поэтому какая-то часть, к сожалению, действительно осталась дома. Это очень печально. И будем надеяться, что этого не повторится просто. В перспективе, вот, кстати, если об этом говорить, заканчивая эту тему, перспектива борьбы сохраняется? Или все-таки, как вот ты сейчас сказал, что этот список вроде бы потерпел поражение и, наверное, может быть, смириться с этим уже больше не будет? Я думаю, что если мы говорим о следующих муниципальных выборах через 4 года, то, конечно, никакого этого списка уже не будет, это понятно. Если мы говорим о том, что в 2019 году у нас выборы в Риге, там, как известно, могут претендовать на места в парламенте только партии, то есть там никаких списков в союзах быть не может. Создать партию за оставшееся до парламентских выборов время, а это примерно год и несколько месяцев, это достаточно сложно и, кроме того, не очень понятно на базе чего будет эта партия в итоге строиться. То есть перспектива, в принципе, что центристы будут продолжать свою продуктивную работу, пытаться наращивать свои политические силы и надеяться на то, что тот электорат, который, скажем, отошел в тень и переждал эти события, что он постепенно... Вот эти вот броски и заголовки в средствах массовой информации в стиле в рядах центристов раскол, центристы там переругались между собой, рассорились, еще что-то. На самом деле ничего подобного ведь не было. Произошло только то, что состоялась смена председателя партии. Предыдущий председатель отошел в сторону и в какой-то момент решил, что он будет баллотироваться против своей предыдущей партии. В итоге от центристов в его списке оказалось пара десятков человек, причем практически никому неизвестных. Это такие имена, совершенно никому ни о чем не говорящие, ну, кроме, может быть, действительно Ольга Иванова, да, все-таки депутат Риги Когу. И плюс к ним в итоге примкнули бизнесмены крупные какие-то, в небольшом тоже количестве, на самом деле, ну и совершенно случайные люди, которые также очень малоизвестны широкой публике. И, ну, в конце концов, говорить о том, что вот из-за этого у центриистов произошел какой-то раскол, центристская партия это 15 тысяч членов. Ну, если там 20-30 человек приняли решение, что они будут баллотироваться отдельно от центристской партии в каком-то своем списке, и в итоге из-за этого покинули партию, как мы знаем, они были отчислены, ну, какой же это раскол? То есть о чем мы здесь говорим? Нет, ротация происходит всегда какая-то, причем это же такие мизерные допустимости, которые вообще не влияют Конечно, зачастую ведь происходит омоложение, это касается, наверное, любого коллектива, который, скажем, долговременный коллектив, это, ну, я не знаю, как человек, который достаточно активно в свое время занимался и просто увлекается футболом, я могу сказать, что в любой команде, например, футбольной, в хорошем таком известном клубе, рано или поздно всегда происходит процесс омоложения, когда ветераны достигают такого возраста уже, что играть на высоком уровне они уже могут с трудом или уже вообще не могут, и их начинают постепенно заменять на более молодых людей. Да, это очень часто сопровождается достаточно болезненными процессами, потому что неприятно осознавать, что ты уже, что называется, не тянешь так, как было раньше. Ну да, ты авторитет, к тебе привыкли, то есть это все понятно. Да, но это неизбежность, это неизбежность. В политике, конечно, может быть, хотя, да, в принципе, можно сказать, что умственные способности сохраняются и энергии до преклонного возраста, но все, но молодые тоже несут свой харизм. Во-первых, во-вторых, меняется ведь не столько сам человек, сколько электорат, сколько реалий вокруг нас. То есть мы не можем уже сейчас, скажем, выходить на выборы с тем же подходом, что и, например, 15-20 лет назад. Уже все поменялось вокруг, и, конечно, нужно немножко по-другому ко всему этому подходить. И мне кажется, что сейчас Санкт-Партия как раз переживает такой курс омоложения, что называется, который в итоге принесет ей очень большие дивиденды и уже начал приносить статеги. Вот у нас сейчас уход на рекламу как раз, и мы следующую половину передачи посвятим именно перспективам Центрической партии. Хорошо? Обязательно. Камин тебя в холодный день согреет. И много соберет вокруг друзей. Пусть с ним не только в доме потеплеет, но и на сердце, и в душе твоей. Добро пожаловать в отель Тойла-спа. Отель Тойла-спа находится в одном из живописнейших мест в Эстонии, на берегу Финского залива. Здесь вас ждут море, знаменитый парк Тойла-ору, места, где все говорит о богатейшей истории, культурных традициях и духовных ценностях Эстонии. Здесь можно великолепно отдохнуть и подлечиться. В отеле Тойла-спа самые лучшие верума условия для проведения конференций, семинаров, совещаний. Эффект массажа естественная, восстанавливающая сила организма, сила жизни. Уникальное воздействие на человека, средства для снятия нагрузки, для лечения неврологических заболеваний, для борьбы с лишним весом, а также для укрепления мышечной ткани. Это все массаж. Порадуйте себя и свое тело массажем. Будьте здоровы и будьте красивы. Программа «Социография». Я ведущий Алексей Крайзмин. Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Наша передача – это сегодня встреча со старейшиной Кристиней Вадимом Белобровцевым. Мы обсуждаем итоги прошедших выборов в местное самоуправление и перспективы Центрической партии. По итогам ты в первой половине передачи сказал, что ты постараешься скорректировать и уточнить результаты. Я посмотрел, да, за мной был должок, что называется в первой части, я посмотрел. Итак, если говорить конкретно о цифрах, то по всей Эстонии лучший результат показала Центрическая партия 27,3% от всех голосов, которые, собственно говоря, были кому бы то ни было отданы избирателями. На втором месте, уступая всего полпроцента, идет такое интересное сообщество, как избирательные союзы. То есть, это означает, в принципе, что это взяты все вместе союзы по всей Эстонии. Это, как правило, какие-то маленькие объединения, например, в каких-то разных участках Эстонии, не связанные между собой и кинограми. Это точно так же, как список Сависарев. В какой-то степени, да. То есть, вот таких... Да. И по всей стране вот такие союзы, если сложить их вместе, собрали 26,8%. Но, конечно, это нельзя сравнивать с партией, потому что это где-то там, я не знаю, как говорится, в Капо-Кохило, да, например, там какой-то союз в Пярну, какой-то союз в Кохтло-Ярве, какой-то союз в Йехве и так далее. Таких союзов очень-очень много по всей стране. Они никак не связаны между собой. Но они, правда, могут всегда примутать какой-то партией. Это безусловно. Да, это безусловно. Но сравнивать их как бы вот с результатами партии как бы не очень корректно, с моей точки зрения. А по партиям тогда следующее. Но, тем не менее, центристы опередили даже вот такое сообщество, как мы так называем. А на втором месте из партии идет партия реформистов, партия реформ, 19,5%. То есть 27,3 против 19,5. Разрыв достаточно большой. И третье место социал-демократы 10,4%. То есть это еще в два раза практически меньше, чем у реформистов. Три ступеньки примерно одинаковые. Фактически, фактически. Понятно. Ну, то есть как бы ситуация хорошая, значит, платформа для дальнейшей работы хорошая. И вот теперь, а что вот с этой платформой? То есть, ну, вот как раз шел же разговор у нас с тобой, что ситуация меняется в мире, в нашем обществе, поколение нового роста. Вот как вот центрист вообще, в чем основной лейтмотив политики центристов? Что они могут предложить? И старого, и нового. Да, такой симбиоз, да, скажем так, как коктейль, ремучая смесь. Новая, как лучшая концентрация старого. На самом деле мы наблюдаем уже фактически год абсолютно новую ситуацию. Впервые в истории, в новейшей истории Эстонии, премьер-министр, это представитель центристской партии. Такого не было никогда. И, как все неоднократно говорили, и политики, и политологи, и журналисты, и кто угодно, что называется, при Сависаре в качестве лидера центристской партии, такого бы никогда больше и не было. То есть, изначально было понятно, что в парламенте остальные партии не готовы сотрудничать с центристами в том случае, если Эдгар Сависар становится при этом премьер-министром. Это чисто математически было бы невозможно. Я прошу, Вадим, мы немножко, так сказать, зациклись опять на первой половине, значит, о том, что, как и почему. А все-таки мой вопрос. Я сейчас дойду до этого, подожди. Это, так сказать, небольшая предыстория. Я объясняю, что новое в этой ситуации как раз получилось то, что центристы действительно впервые в новейшей истории Эстонии стали партией премьер-министр. Это, безусловно, налагает определенный отпечаток и немножко уже другая ответственность. Центристам в последнее время неоднократно вменяли вину, например, что у них поменялась риторика в той или иной сфере. В тех или иных вопросах они заняли несколько отлично от своих предыдущих позиций. Но здесь нужно понимать, что когда ты в оппозиции, это одно. Когда ты в коалиции, это несколько другое. Хорошо. Можно сразу немножко внесу смуту в твое такое... Безусловно. ...очень такое вроде бы как логичное... Провоцируй. Провоцируй. Ты говоришь другой уровень ответственности. Согласен. А вопрос перед кем? Ведь смотри, у меня, кстати, когда я готовился к передаче, чтобы я так думал, что как раз был один из вопросов. А ты готовишься к передаче? Ну, хоть чуть-чуть-то надо. Естественно. Вот, скажем, вопрос был бы к тебе. Ты сейчас столичь на Кристине. Так сложилось через 3-4 года. Ты министр иностранных дел. Вот, понимаешь... У тебя серьезные такие намерения в моем отношении. Почему нет? Я не скрывая могу сказать, что я тебя уважаю как человека и как личности. Я вижу в тебе достаточно правильную, направленную энергетику. И почему бы, так сказать, не мечтать о том, чтобы нормальные, трезво думающие и аналитического характера люди постепенно продвигались в большую политику. Но вот с этим вопросом ты сказал. Другой уровень ответственности. И вот провокация. Перед кем? Я сразу тебе добавлю, чтобы... А ты не подсказывай. Ну, хорошо. Нет, одно дело ответственность перед избирателями, да? Безусловно. Рассчитывают на то, что, так сказать, будут их чаяния как-то. А другое дело, ответственность перед лидерами Евросоюза, Соединенных Штатов Америки. И так далее, да. Которые, в принципе... Вот вопрос там, кто влияет на премьер-министра больше? Ну, во-первых, я сразу для тебя неожиданно скажу, что ответственность перед избирателями, причем не только своими, что интересно. Потому что понятно, что ответственность перед своими избирателями это вещь, наверное, для каждой партии примарная. Она действительно, ну, вне... Должна быть, конечно. Вне конкуренции. Но, если ты являешься управляющей страной партии, то у тебя должна быть ответственность не только перед избирателями твоими, но и перед избирателями всеми. Перед народом. Это, кстати говоря, то, чего очень не хватало в подходе партии реформ, которая 17 лет у нас была партией власти в Эстонии и заботилась практически исключительно об интересах именно своих избирателей, а остальные избирателей особо вообще-то не интересовали. И здесь, кстати говоря, ярчайший пример это отношение, наверное, именно к русскоязычному населению Эстонии, которое реформисты, например, предпочитали, ну, в лучшем случае, вообще не замечать, что оно существует. Ну, есть, наверное, но давайте вообще не будем о грустном, что мы говорим сюда. Да, вот примерно такой подход. Поэтому, безусловно, это ответственность перед всем избирателем и вообще перед всем народом. Даже ведь перед теми людьми, которые, скажем, вообще не пришли на выборы. Типа того, что как есть рядом большая страна России, ну, как бы не будем об этом говорить. Ну, да, вот своего рода. Это, кстати, очень напоминает подход предыдущего президента Томаса Хендрика Ильфа, который все время пытался как раз именно делать вид, что это такой малозначимый фактор в нашей внешней политике, давайте лучше вообще об этом не будем. И давайте лучше поговорим об отношениях, я не знаю, с Буркино-Фасо, например, это гораздо важнее. В ряде организаций, самые главные из которых это, естественно, Европейский Союз и, естественно, НАТО. Это понятно. На сегодняшний день это действительно такие две мощные организации, которые, в общем-то, во многом формируют также и нашу внешнюю политику. Ничего ты с этим не сделаешь. Она нам может нравиться, она нам может не нравиться, но на сегодняшний день вот ситуация такова. И здесь, конечно же, надо понимать, что любые твои телодвижения, если ты правящая партия, они очень сильно отзываются как внутри страны, так и снаружи. В целом, в Евросоюзе в первую очередь и дальше тоже. И поэтому, конечно же, именно внешний политический курс, он становится также очень важным. И здесь нужно теперь уже делать конкретную скидку на то, что ты уже не просто оппозиция, которая критикует все, что делает правящий союз, но теперь ты сам делаешь. И теперь у тебя развязаны руки, и ты, соответственно, должен следить за всем, что ты делаешь очень аккуратно, потому что у оппозиции ситуация гораздо проще. Вышел на трибуну, сказал, все, что вы делаете, все неправильно. Это все надо делать по-другому. Но когда ты приходишь, например, к власти, ты понимаешь, что, во-первых, это несколько по-другому, чем ты, может быть, себе представлял, находясь в оппозиции, а во-вторых, ты понимаешь вот этот градус ответственности, что теперь ты не можешь выйти на трибуны и сказать, что все, что было, все неправильно, мы теперь все будем делать по-другому. — Ну да, или там, ну, грубо говоря, там, все, что мы делали вместе с Евросоюзом, все неправильно, теперь мы будем сами, да? — Да. — Ну так, а Лаверды, ну, в Великобритании, да, в этой ситуации, с Брэкзитом. То есть, на самом деле, конечно же, совершенно другой градус ответственности, совершенно другие обязательства, и подход должен быть также несколько другой. Кроме того, нужно помнить еще одну простую вещь, когда ты находишься в оппозиции, то, опять-таки, ты ничем не ограничен, ничем не скован, ты, опять же, можешь выйти на трибуну, сказать все, что ты хочешь и спокойно сесть обратно в зал. Когда ты управляешь в союзе с двумя партнерами, у которых также есть собственное мнение, у которых также есть собственные ценности, подходы и свои избиратели, интересы которых они хотят защищать, то ты оказываешься в ситуации, когда тебе приходится очень здорово отходить от каких-то своих обещаний, откладывая их, может быть, на будущее, и учитывать какие-то обещания твоих партнеров, которые, может быть, тебе также не очень нравятся. Здесь, в первую очередь, я говорю, наверное, даже о не столько социал-демократах, которые являются партнерами центристов в государственной коалиции, но о партии Союз Отечества и Республики, ИРЛ, ценности которой, мягко говоря, не очень совпадают с ценностями центристской партии. — Вот давай конкретики. — Конкретики безусловно. — Вот ценности на сегодняшний день, основные ценности центристской партии, где отличия и перспектива этих, так сказать, может быть, реформации, трансформации, изменения в лучшую сторону, мы надеемся, этих ценностей. — Если позволишь, как говорят, все познается в сравнении, поэтому будет достаточно просто, если мы скажем, что такое для центристской партии ее сегодняшние ценности в сравнении, например, с тем, что было до сих пор под управлением партии Реформ. — Конечно. — Что было важным для партии Реформ? Прошу прощения. Низкий государственный долг. Цифры на бумаге. Как все помним, реформисты очень часто называли партией, которая хочет управлять Эстонией с помощью таблиц Excel. — Статистика. — Абсолютно. Голые цифры, за которыми не видно людей. От этого решили отойти. И слава богу. То есть новый правящий союз теперь в первую очередь видит людей, а уже потом цифры. И здесь на самом деле, когда новый правящий союз вышел с идеей, что ничего страшного, если, например, при составлении бюджета у нас будет небольшой дефицит, или, например, ничего страшного не будет, при том, если мы во благо населения начнем использовать какие-то имеющиеся у нас резервы, не так, что мы начнем их налево-направо раскидывать, а просто возьмем какую-то их часть, например, и сделаем жизнь простых людей в Эстонии лучше. Деформисты, главный их подход, не трогаем резервы, они нам нужны, они нам обязательно когда-нибудь понадобятся. Ну так ведь можно всю жизнь ждать, а жить-то надо здесь и сейчас. — Люди-то сейчас хотят. — Низкий внешний долг — это наш главный посыл. — А кому это интересно? — Нет, кому посыл. — А кому это интересно? То есть, ну, человеку, который получает пенсию в 200-300 евро или при минимальной зарплате в 300 с чем-то евро, которые капают тебе на счет, и ценами, которые постоянно растут, мне слушать о том, что у нас самый низкий внешний долг в Евросоюзе, ну, мне это неинтересно. — Хорошо, извини, Вадим, у нас время-то ограничено, все-таки передача, поэтому это я понял. Ну, я думаю, что и зрители это поняли. Второй вопрос. Вот вопрос, связанный с внешним политиком и нашим большим соседом, так сказать, который, ну, всегда был и никуда не денешься. — Ну, да, ну, позиция, центристская парка, потому что центристы, в принципе, когда были в оппозиции, они считались лучшими друзьями Москвы и так далее. — Рукой Москвы? — Нет, ну, я деликатно говорю, так сказать, да. Но вот на сегодняшний день, вот в течение двух-трех минут, потому что все равно я даже не хочу так грубо говорить, разыгрывание там карты, а просто взаимоотношения со страной, которая является не просто нашим соседом, а многие годы мы были и единым целым и в царское время, и потом в советское время. То есть, как бы, вот что с этим делать? На фоне достаточно, так сказать, вот этого оголтелого сейчас, вот этого противоречия, которое творится в мире. — Ну, да. Ситуация в мире действительно достаточно сложная. И здесь мне, например, достаточно симпатичен прагматичный подход финских соседей, которые признают, что Россия во многом страна, особенно, наверное, сейчас малопредсказуемая, может быть, в какой-то степени представляет даже какой-то риск своего рода, но при этом никто не видит в ней потенциальной угрозы. Хотя, как многие, например, правые политики пытаются постоянно пугать людей тем, что все, завтра Россия пойдет. — Завтра война, да. — Особенно, если вы проголосуете за центристов. Это понятно, это любимая логика правых партий, никуда она не девается. Здесь, мне кажется, как раз нужно как можно более вести прагматичные отношения, не перегибая палку ни в одну сторону, ни в другую. Нет смысла бросаться, так сказать, к соседу в объятия и кричать «давай будем друзьями до смерти», что называется, в ситуации, которая, может быть, сейчас к этому не располагает. Но в то же время, и, скажем, логика партии «Реформ», которая уже много лет у нас сейчас существует, о том, что мы с Россией вообще никаких дел не должны вести. — Это смешно. — Ну, это действительно смешно, и доходило ведь до абсурда, когда, например, премьер-министр Юрий Ратас ехал в Петербург, причем даже не для того, чтобы встречаться с какими-то российскими политиками, а чтобы встречаться с эстонскими представителями в Петербурге. И какая истерика по этому поводу была среди правых политиков, в первую очередь, партия «Реформ», что все, Юрий Ратас, можно сказать, поехал продавать Эстонию путь. — Да, но дело в том, что надо судить по результатам, да, то есть... — Естественно. — Как Финляндия живет, да, так сказать, не только потому, что они там раньше, скажем, отошли от России в свое время, но дело даже не в этом. — Безусловно, ведь на самом деле... — И как мы сейчас живем, когда у нас ни порт не работает, ни транзит не работает... — Ну, как известно, Андрюс Ансип нам же сказал, нам не нужен транзит. — Мы гордые и голодные, да? — Я никогда не забуду прекрасную фразу, которую сказал премьер-министр тогдашний Андрюс Ансип, когда заявил как-то раз, что у нас едва ли не главным рынком для нашего экспорта является Российская Федерация, там что-то было вроде 19%, или я уже сейчас, наверное, не вспомню, но это не так важно. Но он сказал, что это, конечно, надо менять. То есть это изначально все было неправильно. И мне здесь кажется, что, действительно, это огромный рынок, это большие возможности. Да, он местами непредсказуемый, но я думаю, что у нас найдется немало людей, которые, что называется, готовы жить с этой непредсказуемостью и работать с этой непредсказуемостью. — А потом еще, вот, говоря там о возможных опасностях, да, ну, вот, как бы, задаю риторический вопрос. Где больше опасность, когда мы с соседом имеем разные понятия, но мы с ним встречаемся, пожимаем друг другу руку, улыбаемся и спокойно расходимся на каждое свое рабочее место, да? Либо я строю бетонный забор, так сказать, который так и хочется сломать кувалдой. Ну, то есть, ты же понимаешь, да, чем больше агрессивного отторжения, тем больше опасности вторжения. — Нет, безусловно. То есть, на самом деле, мне кажется, что в какой-то степени мы поступаем правильно, что касается внешней политики в каком-то нет. То, что мы себя своего рода обезопасили членством в НАТО, наверное, это правильно. Потому что, действительно, это большая организация, в статуте которой прописано, что если что-то происходит с одним членом этой организации, остальные приходят на помощь. Это хороший пункт. — Но лишним пару десятков танков на границе мы не можем, я думаю, что это уже в чем-то наоборот. — Это уже, да, другой вопрос. Но в то же время нам ничто не мешает, скажем так, как, например, нашему финскому соседу, иметь достаточно прагматичное отношение со всеми. И здесь, действительно, как я и говорю, никто не заставляет тебя дружить и переписываться на максимуме. — У меня еще один вопрос остается маленький, надо успеть. Значит, то есть, в принципе, я так понял, финская модель это где-то, так сказать, ну, не тот идеал, но примерная позиция, в которой... — С которой было бы неплохо стартовать, что называется, по крайней мере. — Понятно. И теперь последний вопрос, потому что осталось совсем немного времени. Две минуты. О общепринятых культурно-патриархальных ценностях. Что на эту тему думает Центрическая партия в целом вообще? — Что ты имеешь в виду? — Ну, то есть, это образование детей, гетерное образование, это дурацкое извинение и так далее. То есть, вообще, куда... Ведь то, что мы сейчас будем делать с детьми, мы завтра будем вот такими и будем. — С точки зрения образования, я могу тебе сказать то, что... — Вопрос религиозного образования, нравственного образования, то, чему сейчас уделяется недостаточно много внимания. — Ну, скажем так, что, поскольку Эстония, если говорить о религии, то Эстония все-таки очень светское государство. И здесь, конечно, надо религии изучать, но не нужно, что называется, с этим входить в какой-то раж, потому что действительно все-таки страна светская. — Нет, я не про раж, я просто спрашиваю. — С точки зрения образования дальнейшего, мне как раз гораздо ближе к телу, что называется, проблема языка обучения. Потому что очень много именно правой партии говорят о том, что нужно, вот скажем, у той же самой партии реформ перед выборами был главный фактический пункт, это мы сделаем все образование в Эстонии на эстонском языке, начиная с детских садов. Не увидите вы больше никаких русскоязычных детских садов, школ, высших учебных зрений, ничего этого не будет, все будет только на эстонском. — Что о патриарханском языке, семья? — Семья… — Не, ну как, семья сейчас вообще потихоньку уходит, так сказать, в западный мир. — Ну, нет, ну куда она уходит, никуда она не уходит. — Ну как тут? — В Эстонии семья очень интересна, в Эстонии, кстати говоря, любопытная статистика, где-то я ее слышал, что около 40% людей, живущих вместе, не регистрируют свои отношения. Это не модно. То есть, на самом деле, у меня у самого есть немало примеров среди друзей, где у людей по нескольку детей, но официально они при этом не расписаны. Вот это, конечно, забавно. На самом деле, как раз, мне кажется, в этом проявляется, наверное, разница культур, потому что, ну скажем, в славянской культуре, наверное, больше принято все-таки заключать браки. Вот сейчас, в Эстонии, как может быть, под каким-то определенным западноевропейским влиянием заключать браки стало уже каким-то таким, не знаю, анахронизмом для многих или, скажем, не таким обязательным. Это любопытно. — Но все-таки понятие семьи, насколько я знаю и вижу, и среди русских, и среди эстонцев достаточно сильное понятие у нас. — Безусловно, безусловно. Это никуда не уйдет. — Да. Я думаю, что если и уйдет, то у нас у последних, потому что как-то у нас это хорошо проявляется. Вадим, я прошу прощения, нам пора уже заканчивать. — А я говорил, мы можем часами об этом говорить. — Да, время быстро пролетело. Спасибо тебе за очень такой емкий и полноценный анализ ситуации, связанной с прошедшими выборами. Я думаю, мы с тобой еще будем встречаться, у нас будут интересные разговоры. А нашим зрителям мы желаем всего хорошего и счастья. До свидания. — Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok